В нашей школе произошло чудо. Международная космическая школа связалась с Международной космической станцией. И давайте я вам расскажу поподробнее, как это было. Был вечер, мы все сидели, ждали того самого момента. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И пока мы там разговаривали, развлекались, играли, к нам приехали специалисты из клуба радиолюбителей авиационного университета. Они с собой провезли специальную аппаратуру для связи с МКС. Американцы сейчас тоже у себя установили станцию в Европейском, но любят пользоваться все равно нашей. К часу ночи мы пришли к месту проведения связи. И спустя несколько минут появилась маленькая звездочка, которая пролетала над Башкирией. Мы связали здесь с МКС, поговорили с космонавтами, позадавали им вопросы. Они были рады услышать голоса детей. Было более 70 вопросов, но утвердили только 20. Но все равно эти вопросы были очень интересными. Это чудо произошло благодаря президенту фонда Циолковского, правлака ученого, главного специалиста РКК «Энергия» Самбурова Сергея Николаевича. И сейчас мы хотим задать ему несколько вопросов. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Добрый день. Почему вы решили работать именно в космонавтике? Я был маленький мальчик, как ты примерно. И у меня прадедушка был Циолковский, который эту космонавтику придумал. И в наш дом приезжали многие ученые, а потом и космонавты. И я вырос в этой среде космической. И потом решил продолжить дело прадеда и заниматься космонавтикой. Почему вы космонавтики выбрали область радиосвязи? Ну, меня с детства интересовала физика, математика. И я даже вот где-то в пятом классе с Сашем братом мы сделали приемники, спаяли. И он говорил, вот куча железок, а из него голос идет. То есть было интересно, я всякие конструкции паял. А потом поступил в университет МВТУ имени Бауна, из такой в Москве. И выбрал факультет радиотехники. И, значит, там обучался, потому что мне это очень нравилось, радиосвязь. Как вам пришла идея создать космическую радиолюбительскую связь? Все просто тоже. Я работал в Центре управления полетом по анализу деятельности экипажа. Полетел мой друг Муса Монаров, такой космонавт, на станцию МИР. И мы с ним говорили, он тоже любил радиотехнику. И говорит, хорошо бы нам установить вот такую систему связи, чтобы мы могли с радиолюбителем со всем миром общаться. Ну и мы разработали проект. Это довольно сложно было. Антенну установить, поставить аппаратуру, согласовать все. Ну и поставили. И уже с этих моментов пошла система радиосвязи. И всем очень нравится, потому что это уроки из космоса называется. На Международной космической станции мы ее продолжили, сделали эксперимент о Гагарине из космоса. И теперь вот мы вчера провели сеанс связи. И вообще по всей России проводим. Иногда и с другими странами, там Перу, Эквадор, даже такими. Никарагуа проводим сеансы связи. И космонавты охотно общаются, потому что они слышат живые, интересные голоса. Вот не строгие команды из Центра управления, а такие радостные голоса детей, им тоже очень нравится. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Пожалуйста. Как долго вы уже общаетесь с МКС? В этом году, 10 лет, как у нас проводят сеансы, как мы проводим сеансы, попал на сайт Сергея Николаевича Самбурова, rs0ss.ru, где было написано, что если вы хотите провести радиосвязь с космической станцией, ну, это университет в смысле, если вы какая-то образовательная организация, то, пожалуйста, если у вас есть такое вот оборудование, которое там написано было, и радиолюбительское позывное, можно вот провести радиосвязь, написав письмо с заявкой. Вот, собственно, началось с этого. Радиолюбители используют такого типа оборудования, и оно у нас уже было. Вот, и поэтому проблем не составило никаких. Итак, 7 человек на МКС. Да, трое из них наших. Трое россиян. Да, двое новички, а вот Олег, он много раз уже летал, да. Сергей Корсаков и Денис Матвеев. Это два, первый раз, которые полетели. И третий, опытный уже специалист Олег Артемьев. Радио Сергей 0, Иван Сергей Сергей, радио Зинаида 9, Василий, Василий Борис. Это все на шейхе, по-другому, за минуту раньше. Крану еще. Международное, на приеме. Добрый вечер, надо вас слышать. Денис, приветствую, это Утес. Это Александр Скворцов, ты меня помнишь, знаешь, надеюсь. Я здесь присутствую тоже на сеансе связи, и рад тебя приветствовать. Да, Александр, привет, рад тебя слышать. Как дела? Ну, рад слышать тебя, рад еще раз поздравить с присутствием в космосе. Отличные дела, здесь прекрасная погода, мы вас сегодня будем видеть. И передаем привет всему нашему экипажу, всему экипажу нашей Международной космической станции. Но если есть возможность, можно там потом, чтобы Олежка немножко что-нибудь крикнул, Серега тоже. Давайте начнем с вопросов, и первый вопрос. Здравствуйте, меня зовут Гоша, я из города Серега-Тамак. Каким самым важным качеством должен обладать космонавт, чтобы остальным членам экипажа было комфортно находиться с ним долгое время на МКС? Привет, Гоша, ответственный вопрос. Я думаю, самое важное качество – это доброта. А если человек добрый, то и вокруг с ним, с людям находиться с ним очень приятно. Прием. Спасибо, и следующий вопрос. Здравствуйте, меня зовут Роман, я из города Уфы. Находясь на МКС, как вы стираете одежду и белье? Или она у вас одноразовая? Спасибо, и следующий вопрос. Если на космической станции интернет, если есть, то как он работает? На космической станции есть интернет, он работает очень медленно, примерно как дайвов-модель. Если вы помните, как это выглядит. Прием. Спасибо, и следующий вопрос. Здравствуйте, меня зовут Всеволод, я из Еманжелинска. Сколько максимум дней или месяцев космонавты находятся на МКС? Привет, Всеволод. Обычная длительная экспедиция на МКС длится порядка 6 месяцев. Прием. Спасибо, и следующий вопрос. Здравствуйте, меня зовут Искандар, я из города Уфа. Какие лайфхаки есть у космонавтов? Космонавты обычно не делятся своими лайфхаками, иначе это будут не лайфхаки. Прием. Спасибо, и следующий вопрос. Вот он появился. Здравствуйте, меня зовут Сабрина. Если среди космонавтов метеозависимые, и появляется ли метеозависимость в космосе? Привет. Я думаю, нет, я таких не встречал. Во-первых, отбирает здоровых людей, во-вторых, давление на станции обычно стабильное, 760 мм в уртуру. Прием. Спасибо, и следующий вопрос. Здравствуйте, меня зовут Перевозив Кирилл, я из города Домиканово. Каких земных вещей вам больше всего не хватает в космосе? Ну, больше всего не хватает таких земных вещей, я бы с удовольствием сходил в баню и попарился веником. Прием. Спасибо, и следующий вопрос. Здравствуйте, меня зовут Никаратов Илья, из города Довлеканово. Мой вопрос. Сколько длится сон на МКС? По распорядку сон на МКС длится с 21.30 до 6.00. Прием. Спасибо, и следующий вопрос. Здравствуйте, меня зовут Антон, я из города Озерска. Как ваши дети относятся к выбору вашей профессии? Ну, дочка у меня пока еще маленькая, только в этом году в школу пойдет, поэтому относится положительно. Прием. Спасибо, и следующий вопрос. Здравствуйте, меня зовут Александр, я из города Самары. Скажи... Давай, давай, давай. Приходилось ли видеть космический мусор за бортом МКС? Да, вот недавно коллеги из НАСА осуществляли эксперимент по отбросу космического мусора с помощью руки-манипулятора из шлюзового отсека. И отбросили такой здоровый тюк, средством 120 килограмм. Поэтому, когда его очень хорошо положено... Можно попросить на еще один сеанс 21-25 по УТС? Да, мы попробуем на следующий сеанс, когда еще подойти. Следующий вопрос. Здравствуйте, меня зовут Антон, я из города Озерска. Боли у вас чувства страха перед отправкой в космос? Чувства страха не было, поскольку весь был сосредоточен на работе. Прием. Спасибо, и следующий вопрос. Здравствуйте, меня зовут Филиппов Денис, я из города Ниттекамск. Сколько языков нужно знать космонавтам? Ну, по крайней мере, один неплохо знает для того, чтобы общаться с ТУПом. Но лучше знать два, поскольку официальный языковный старт является английский. Прием. Спасибо, и следующий вопрос. Здравствуйте, Михаил из города Самара. У меня к вам вопрос. Какие ощущения испытываете после приземления? Это я могу сказать попозже, поскольку мы еще летаем и не приземлились. Поэтому это через несколько месяцев я поделюсь с тобой этими ощущениями. Прием. Спасибо, и следующий вопрос. Здравствуйте, меня зовут Александр, я из Челябинска. Откуда берется воздух для дыхания на станции? Воздух на станции для дыхания берется из воды. Для этого есть установка, которая путем электролиза расщепляет воду на водород и китлород. Китлородом мы дышим, а водород выбрасываем наружу. Прием. Спасибо, и следующий вопрос. Как не потерять мышечную массу тела в невесомости? Что для этого нужно делать? Чтобы не потерять мышечную массу, нужно тренироваться. И тренировки происходят два раза в день, каждый день. Прием. Спасибо. Давайте тогда встретимся через 92 минуты, 21-25. Принято? Да, принято. До встречи. Через виток. Все, в 2 часа 20... Так, сейчас скажу я вам точное время. В 2 часа 25 минут у нас начинается новый сеанс. Добрый вечер, Олег. Приветствует Башкирия, Калиновка. И... Сан Саныч. И... Сан Саныч приветствует. Олег, приветствую. Ну, мы здесь и на второй сеанс собрались. Рады тебя слышать. И готовы с тобой поработать. Удачи вам всем. Давай. Да, привет тебе, дорогой. Привет, Башкирия. Очень рады слышать. Всем, кто... В Башкирии всем очень повезло, что рядом с вами Сан Саныч, мой первый командир, который мне вывез в космос. Ему большущий привет. За все вопросы, о которых мы не сможем ответить, он ответит 100%. Да лучше, чем мы. Олежек, привет. Готовь к выходу спутники. Все, передаю детям. Первый вопрос задаем. Здравствуйте, меня зовут Яков Джулсхан, я из Якутии. Расскажите про свой распорядок дня на МКС. Синего распорядок дня, очень хороший у нас. Подъем 6 часов, подготовка к работе. Завтракаем, потом 6,5 часов работаем. Два часа физкультура. Между физкультурой и работой обед есть часовой. Потом подготовка к работе на следующий день. Ужин, личное время, пара часов и в 21.30 отбой. Как прием? Спасибо, следующий вопрос. Зовут Айтал, из города Нюрба. Вопрос, вашими любимыми предметами в школе были? Олег, принято? Пропущен вопрос. Вопрос пропущен. Вашими любимыми предметами в школе были? Какие? Спасибо за вопрос. Любимые предметы в школе? География, математика. И, я думаю, что еще физкультура. Прием. Спасибо, следующий вопрос. Зовут Рамзан из города Уфа. Какая самая важная научная задача состоит у вас в ближайшее время? Спасибо большое за вопрос. Самая важная научная задача, это нам обязательно надо вернуться домой. Вот. Все остальное мы, конечно же, обязательно сделаем. Но еще у нас тут прибыл 3D принтер. Я думаю, что одна из таких научных задач будет это его запустить. Так что мы ждем следующий экипаж, который привезет комплектующий для этого принтера, и мы обязательно его запустим. Прием. Спасибо, следующий вопрос. Я Арина из Уфы. Считаете ли вы, что колонизация Луны человеком возможна? Конечно, считаем, что обязательно, возможно, вам подтвердит Сан Саныч, который рядом. И это просто обязательно будет. Вот увидите. Надо только чуть-чуть подождать и хорошо поучиться в школе, про физкультуру не забывать. И все, мы это увидим. Прием. Спасибо, следующий вопрос. Я Кирилл из города Довлеканово. Вопрос. Видны ли в космосе вне атмосферы, невооруженным взглядом галактики и туманности? Кличный вопрос. Все видно, так же, как и с Земли, но, правда, не так, с Земли не так четко видны. А в космос, чтобы обязательно дослетать, я вам желаю, чтобы вы здесь увидели это, и вы увидите это очень четко. Прием. Спасибо, и следующий вопрос. Я Тамерлан из города Довлеканово. Что чаще всего ломается на станции? Ломается чаще всего туалет. Или то, что чаще всего пользуешься. Спасибо, следующий вопрос. Я Юлия из Южноуральска. Что делать, если скафандр разгерметизируется? Хороший вопрос. Не хотелось бы, чтобы это у нас, конечно, случилось, но мы к этому готовы. У нас есть специальные инструкции. И зависит от того, какая разгерметизация. Или это очень, ну, она быстро будет происходить, или это зависит от отверстия. И медленно, если очень быстро, то надо все кидать и возвращаться в шизовую отсеку, подключаться к кислороду. А если, ну, отверстие небольшое, то надо прибрать за собой, чтобы ничего не болталось, и потихонечку возвращаться. Прием. Спасибо, и следующий вопрос. Меня зовут Кирилл. Я из города Довлеканово. Как вы развлекаетесь в свободное время на борту МКС? Олег, вопрос принял? Нет, не услышал вопрос, к сожалению. Готов слушать. Как вы развлекаетесь в свободное время? Ну, к сожалению, свободного времени у нас мало, но если что есть, то это у нас наблюдать везде за землей. То есть мы используем каждую минутку, чтобы подлететь к уллюминатору, посмотреть на землю. И если не забываем, то еще и сфотографировать. Прием. Душкова Дарья, город Москва. Какой, на ваш взгляд, самый правдивый космический фильм? Приветствую вас тоже с Международной космической станции. Рад очень слышать. Я хочу пробилить на связь. Спасибо за вопрос. Самый правдивый фильм. Считаю, что это как-то. Не на сечке, но это обязательно посмотрите. Ну, очень похоже на жизнь космонавта. Прием. Следующий вопрос задаем. Каченко Михаил, город Довлеканово. Есть ли живые организмы, которые присутствуют на МКС, помимо космонавтов? Помимо космонавтов есть еще астронавты, потом есть у нас еще улипки, есть у нас сейчас прибудут мысли, претят на Дрэгоне. Ну и, конечно же, есть, конечно, бактерии, небо не плесень. Вот, смотрите, МКС. Вот. И все, больше пока нет. Бунт. Бунт. Спасибо за вопрос. На самом деле, мечты у меня такой не было, пока я не стал взрослым и не встретил другого космонавта, который меня заразил в мечтой космосе. Ну, а о чем мечтается в космосе, это, конечно же, наши теми, которые мы не видим, наши друзья, которых хочется обнять и с ними пообщаться поближе. Вот это об этом мечтается. Олег, у нас с вами сеанс уже заканчивается, видимо, далековато вы от нас становитесь. Спасибо. Спасибо за проведенную радиосвязь, за два сеанса коллективу. Большое, огромное спасибо с Калиновки. Всего вам самого хорошего. Успешное выполнение поставленных задач. Ждем в гости. Ждем в гости в Калиновку. Все вас здесь ждут. И вообще в Башкирию приезжайте в гости. Спасибо. Всего самого хорошего. 73. Спасибо за добрые слова. Мы уже готовы к вам ехать в Башкирию. Сейчас уже начали собирать чемоданы. И большое спасибо за связь. Всем, кто рядом с вами, всем привет. Хорошего настроения, здоровья. Особенно вашим гостям. И я надеюсь, что мы вместе с ними к вам прибудем. Мы продолжим на дорожке. Спасибо большое, 73. Всем привет. Ура! 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 Всем спасибо. Молодцы. Вот такой вот экскурс. Спасибо огромное. Молодец. Спасибо. Мы разговаривали с настоящими космонавтами, задавали им вопрос, они на них отвечали. Было очень интересно, когда космонавты пролетали над нами, и мы с ними разговаривали. Когда мы начали разговаривать с космонавтами, их станция пролетала над Африкой, а когда закончили, была уже возле Китая. Было очень интересно разговаривать с космонавтами и видеть станцию на небе. Насчет МКС я могу сказать, что живой опыт связи с настолько обширной, грандиозной вещью, как МКС, это что-то в новинку. Конечно же, я могу это спокойно посмотреть в интернете, но какой тогда будет интерес, собственно говоря, если задать, можно сказать, вживую, через радио, то есть у настоящих космонавтов прямо там, в космосе, и просто напечатать в интернете, но это совершенно две разные, ну, грандиозные вещи. Одна это просто только что доступна почти что всем, и другая, которая доступна почти что никому.